Сочинения на одну из трёх тем школьники будут писать на специальных бланках. В них ребята запишут свои размышления и истории жизни людей, которые внесли вклад в создание и развитие атомной отрасли. Всероссийский конкурс проходит под эгидой Общественного совета Госкорпорации «Росатом». Наш город присоединяется к акции в четвёртый раз. Мне хочется призвать ребят к активному участию в этом конкурсе, хотя бы потому, что те уже, кто создал ролики, внесли серьёзный вклад в создание летописи города, истории его семьи, в истории атомной промышленности. Теперь настало время пополнить летопись школьными сочинениями. Героями работ могут стать члены семьи автор, начиная с прадедушек и прабабушек, а также ветераны, отмеченные за вклад в развитие атомной отрасли. Отдельная номинация посвящена 60-летию ледокольного флота России. Традиционно конкурс проходит в несколько этапов. Победители федерального этапа получают серьёзные награды, призы. И надо сказать, что отправляются в детские образовательные центры. И вполне возможно, что будет очень серьёзный в этом году приз. Бланк для сочинения можно получить в своей школе. Написать работу и сдать её на проверку следует не позднее 11 мая. С перечнем документов, необходимых для участия в конкурсе, можно ознакомиться на сайте Департамента образования.